Приветствую вас! Я увидел в вашем тексте, знаете, не детскость. Я увидел в вашем тексте может быть немного наивности, может быть немного интенсивности, которая была у вас в, собственно, детстве, да, и которая сейчас вот, по сути, трансформировалась в это, в то, что есть на данный момент. Вот. Но я не увидел вас в детскости. Я увидел в вас такое достаточно серьезное ориентирование на других людей, то есть вас волнует возраст, вы почему-то решили пройти тест, то есть как бы зачем вам это нужно было. Это вообще отдельная, я так полагаю, тема для разговора. Вот. То есть тут, конечно, нужно исследовать, безусловно. Вот. Мне представляется так, что проблема, она не связана с возрастом, а проблема связана с отношением к нему и с вашим поведением. То есть, возможно, вы делаете хорошо и правильно, что не интересуетесь, например, браком, да, потому что, ну, понятно, для брака нужен хороший, адекватный партнер, да, если партнера адекватного и хорошего нет, то, соответственно, на каком браке идет речь. Кроме того, брак не может быть самоцелью, да, то есть если вы встретите хорошего человека, вот, с которым вам будет комфортно, хорошо и приятно, да, то вы, соответственно, с ним отношения построите. Если вы не встретите такого человека, вот, то, соответственно, отношения вы с ним строить не будете, и брак, брак, соответственно, тоже, и это нормально, вот. Так что именно здесь вы, в принципе, вполне, вполне хорошо и здорово, вот, как я считаю. Хотя, безусловно, еще раз повторю, это все очень здорово и круто до тех пор, пока вы получаете удовлетворение от того, что происходит. Понимаете? То есть это ведь не случайно, что у вас совсем недавно были отношения, столько. И не случайно, что они у вас закончились, эти отношения. Понимаете? То есть, ну, я, опять же, я не верю в то, что это случайно. Да, я не верю в то, что это случайно, что ваши отношения закончились. Вот. И вопрос заключается в том, соответствует ли это вашим интересам. То есть, вы почему так поздно начали в отношениях вступать? Почему они у вас, ну, вот, так просто начались? Из-за чего они у вас закончились, эти отношения? Да? Вот. То есть, как бы, вот с этим нужно разбираться. Вот. А в остальном это просто некие такие у вас стереотипы относительно своего возраста и возраста вообще. Как мне видится, по крайней мере. Вот. И это, опять же, скорее социальная ориентированность. То есть, некая неуверенность в себе. Вот. Которая могла появиться из инфантильности. Вот. Могла появиться из инфантильности. Но я, если честно, думаю, что именно инфантильность, она стала следствием, именно следствием того, что вы не уверены в себе. Это было. Вот. Я думаю, так. То есть, я не думаю, я не думаю, что инфантильность у вас является, как бы, ну, ценностью в себе, да? То есть, я не думаю, что вы инфантильны вот сами по себе. Я думаю, что скорее просто не уверены и объясняете это себе именно своей инфантильностью. Как таковую. Вот. Смотрите. А, значит, так. Немного удивилась, даже не знаю, радоваться этому нет. А чего, чего грустить? То есть, понимаете, во-первых, вы пишите, да, что недавно прошла тест. Зачем? Для чего тест проходил? Ну, что случайно, да, я не верю. Как бы, я об этом уже, в принципе, говорил, что я не верю в то, что вы случайно этот тест прошли. То есть, если вы его прошли, значит, это вам, ну, грубо говоря, для чего это было нужно, зачем-то. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. Для чего и зачем? Интересный вопрос, на мой взгляд. Нужно исследовать. Для чего и зачем вам этот тест был. Вот. Дальше. Дальше. Чему обычно люди радуются, радуются и почему обычно люди грустят, да? Люди радуются тому, что приносит им удовольствие, люди радуются живой обратной связи, вот. А грустят, соответственно, люди, когда у них что-то не получается, что-то не соответствует их интересам, их ценностям, да, их потребностям и их ожиданиям. Вот. Ну, так вот. Если вы удивились, значит, надо понимать, что вы ожидали от себя другого возраста, более высокого. Хорошо. А почему вы ожидали от себя другого возраста, более высокого? Зачем он вам? Откуда были эти ожидания? Кем они были продиктованы? Кем или чем они были продиктованы? Можете ли вы себе ответить на этот вопрос? Понимаете? Вот и всё. Вот и всё. По сути, вот это вот и важно. Это вот и важно. Понимаете? Это то, что по-настоящему важно для вас. Это то, что по-настоящему имеет значение. Откуда ожидания возникли, по сути. Понимаете? О чем я говорю? Вот и всё. А не то, что радуется этому или нет. И вам комфортно. Вы говорите, что вы живете достаточно такой полной, насыщенной жизнью. Вы занимаетесь тем, что вам, соответственно, интересно. Да? Вот. Ну это замечательно. Это здорово. Это то, чем люди, в общем-то, не могут, многие люди не могут этим похвалиться. Вот. А вы это делаете. И, возможно, вы как раз вот чувствуете, что люди не одобряют того, что вы делаете. Возможно. Возможно, вы чувствуете, что люди не одобряют того, что вы делаете. И поэтому вам кажется, что вы там что-то должны. Вот. Это, опять же, проявление неуверенности в себе. Ну, а может быть, просто, вот, опять же, в силу вашей такой наивности, да, вы, может быть, действительно считаете, что люди, они даже не одобряют то, что вы делаете и так далее. Вот. Вот. Вы захотели поехать в качестве волонтера, да? Вот. Классное же желание. Ну, вообще. Очень хорошее желание. Вот. Ну так, а вы это, получается, не сделали. И почему вы это не сделали, да? Потому что вы подумали, о, а я не подхожу. Вот так. А попробовать там можно? И даже нужно. Попробовать. Вот. Понимаете? То есть это и есть такой некий ориентир на общественное мнение. Понимаете? Вот. Что даёт вам достаточно такой сильный дискомфорт. Как бы. Я не думаю, что это хорошее для вас. Я не думаю, что это, что это, что это, что это, ну, что это хорошее для вас. Вот. Понимаете? Так. Так. Дальше. Дальше. Так. Я чувствую это психологически к этому ещё не готово. И хорошо. И хорошо. Хорошо, что вы понимаете, что не готовы к браку. Хорошо, что вы себе в этом отдаёте отсчёт. Вот. Это прекрасно. Это замечательно. Слушайте, многие торопятся браккой и в итоге ничего хорошего из этого не получается. Вот. Это здорово, отлично, что вы чувствуете свою неготовость. Вот. То есть брак нужно вступать тогда, когда вы всё-таки готовы к этому, да, а не когда вы к этому не готовы. Правильно. Вот. Я думаю, что это, в общем-то, логично. Вот. Так. Понимаете? Но, когда вы говорите о том, что другие девушки, вот они там, там, всё вот это, вы сравниваете себя с другими людьми. Вот эти люди. Это, наверное, ключевая ваша особенность. То есть вы сравниваете себя с другими людьми. Вот это, наверное, ключевая особенность. То есть то, что по факту они сейчас отличают. То есть что создаёт некий такой, ну, дисбаланс. Вот. Именно это создаёт дисбаланс. Навер... 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 Правильно. Именно это создаёт дисбаланс. Именно... Именно то, что вы... Ну... Травниваете себя с другими людьми. Правильно? Вот. Ну, так... Этими нужно работать. Откуда это взялось? Опять же. И ориентироваться нужно в первую очередь на себя. Если это только не несёт вам никакого вреда. Да? Вот. Тема возраста. Тема возраста. Это исключительно такой. Социальный аспект. Аспект. Я думаю, что единственное, в чём проявляется ваша по-настоящему деткость, это в том, что вы не доверяете своим чувствам, не доверяете своей машине. Вот. Вы привыкли их ставить по-настоящему. Вот. Думаю, это да. Это вот то, что действительно, возможно, является негативным результатом того, что вы, значит, ну, того, что вы будете, такая вот, ну, относительно детская по поведению. Вот. Я думаю, так. Я думаю, так. Что тут, в принципе, добавить? Да. Ориентируйтесь на свои чувства. Вот. Я думаю, это единственное, что можно вам добавить. То есть, если вы будете ориентироваться на свои чувства, если вы будете ориентироваться на свои, а, на то, желания, да, если вы будете ориентироваться на себя, то всё будет здорово. Вот. Это не будет, возможно, встречать одобрение, странные других людей. Но оно и не должно, не должно встречаться одобрения страны других людей, то, что вы делаете. Это исключительно, это исключительно ваша жизнь, и вы живете так, как вы хотите жить. Вот. Понятно. Опять же, да, опять же, инфантильность, о которой вы говорите, инфантильность, о которой вы говорите, это своего рода обвинение. Так вот, так вот, ну, то есть, ну, вы себя обвиняете в таким образом, в том, что девка-творца, я такая вот инфантильная, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А это слова не могут быть вашими. Опять же. То есть, это, скорее всего, кто-то из вашего окружения, да, кто-то важнее для вас, например. Он, он считал вас инфантильным, понимаете? Я думаю, что в этом, в принципе, все дело. Вот. Еще раз. Радоваться нужно только тому, что несет для вас позитив. для каждого человека источник позитива, он свой. Поэтому никто вам не скажет, радоваться вам надо или нет. Ну, вот. А, что, что вы, вот, ну, что у вас вот так вот психологически, вот. Я вот молчу о том, что, значит, ну, я вот молчу о том, что тест может быть ошибочным. Просто так вот тест можно неправильно показать. У теста есть, есть изрядная доля, так скажем, погрешностей. Вы в курсе, в курсе этого? Почему именно, именно, именно вот тест, который вы прошли где-то на сайте, да, да, вы приняли за чистую монету? Значит, вы хотели, хотели это сделать, хотели принять за чистую монету? Возможно, возможно, я не утверждаю наверняка, но возможно. Возможно, хотели себя обвинить. В чем-то. Возможно. Понимаете? Вот так. Это только ваша ответственность. К сожалению. Эээ, вот так можно ответить вам на ваш вопрос, да. Эээ, ну, по поводу детей нормально? Абсолютно нормально. Вот. Эээ, не нужно вам становиться впереднее. Все еще само придется. Эээ, вот какой-то опыт вы получаете, да. Эээ, ну. Эээ. 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 Я думаю, этот опыт и нужно получать, я продолжать, продолжать, продолжать получать. Так, так вот, как вы его получаете. И все. Будет нормально. По итогу. По итогу вы будете ровно настолько серьезные, настолько взрослые, насколько это нужно именно вам. Насколько это полезно и адекватно именно для вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи.